Вот так осторожно и медленно мы двигаемся по новым траншеям. Их недавно выкопали. Стены очень хрупкие. Донбасский солонец легко осыпается, особенно после дождей. Эта система траншей составляет более 6 километров и создана бойцами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады менее чем за месяц. Окупы вырыты механизированным способом для того, чтобы пехота могла в случае чего держать здесь оборону. Выкопать вручную траншею глубиной в два метра здесь непросто, говорят военнослужащие. Их пока что не используют эти траншеи как резерв. Всегда было важно окапываться, чтобы была готова вторая линия. Потому что солдат, если приходит пехотинец и у него уже есть готовая траншея, готовый блиндаж, он думает лишь о том, как ее немного обустроить и уничтожать врага. А не о том, как себе выкопать укрытие, а потом систему траншей и так далее. Тем более это нелегкое, затратное дело для человека. Выкопать даже небольшой блиндаж. Это второстепенная, можно сказать, задача. Потому что основное, мы работаем там, где уже нужно. А сюда просто, когда остается время, приезжаем и дорабатываем. Владимир рассказывает, такие системы, как вторая линия в тылу, необходимы. Даже несмотря на то, что мы знаем, что будем идти вперед и отвоевывать наши земли. Но для маневра пусть оно будет. Находя здесь, мы можем очень отчетливо слышать, как работают российские войска и обстреливают позиции украинских военнослужащих. Хорошо, что нас в этом месте не было. Мы в другом работали. Дальше. Все живые и здоровые. Но видите, что оставляет так называемый русский мир после себя? Можно наглядно увидеть. Если за день 3-4 прихода, то это, считай, очень тихо. А бывает такое, что они там, не знаю, или плохо проснулись, или что-то другое, и начинают закидывать. Тогда да. Бывало такое, что отъезжали, потому что просто рядом. Очень сильно рядом ложилось. Буквально метров 50. Но хорошо, что перелетало. То есть, осколки на нас не попадали. И мы сразу отъезжали. Потому что я хочу уберечь своих товарищей, своих побратимов, плюс технику. В группе инженерного обеспечения бригады, говорят, весь район находится в зоне ударов российских войск. Дорога сюда тоже сложная. Мы едем там по дороге. И начинается артиллерийский обстрел. Ну, мы не растерялись. Говорю, старик, давай газу. Старик говорит, да давай, может, съедем. Ну, говорю, едем вперед. Поехали вперед. Тьфу-тьфу-тьфу, все нормально. Сколько было? Три или четыре прихода. Нормально все. Сергей на рабочем месте неделю. До этого пять дней провел в госпитале. Лечил контузию, которую получил во время выполнения задания недалеко от Бахмута. Было так, что трактор стоял. И метров где-то 30-40 была машина Андрея. И первый прилет был не по трактору, а так рядом. Потом еще. Я когда перебежками шел к КамАЗу, меня контузило. Потом уже, когда выходил в зону укрытия, то был еще один прилет, которым меня плотно накрыло. Командир вышел и спросил, могу ли я двигаться, все ли со мной нормально. Все было нормально, но в состоянии аффекта было непонятно, контужен я или какой. В результате этого обстрела был поврежден трактор. Выбитые осколками стекла затянули пленкой. Андрей показывает машину, на которой эвакуировал группу в укрытие. В ней тоже нет окон и посеченные осколками двери. Можно одну вскрыть, показать. Вот так. Заделал и все. Армированным скотчем, потом краской и все. Тут дыра. Заделал, тут дыра. Тут такая, самая большая, вдоль. Сюда пошел осколок. И пошел осколок вот сюда. Сидушку вот так. И продырявило полностью насквозь. Артиллерия. Я думаю, что это дрон был. Там, в принципе, было и не очень далеко. Там где-то километра за два плюс-минус до линии соприкосновения. Я думаю, что кто-то из дрона увидел. Трудности только закаляют украинских военнослужащих. Отступать перед натиском российской артиллерии они не собираются. И продолжают окапываться, подготавливая линии обороны для пехоты. Выкопали блиндаж. Идет траншея в блиндаж. Будем соединять и продолжать дальше. Бывает тяжелее, бывает легче. Где дороги, где накатано, то тяжелее окапываться. А так копаем какой бы грунт ни был. Украинские защитники говорят, во время ожесточенных боев в Донецкой области обустраивать дополнительные фортификационные сооружения важно. Они для тех украинских подразделений, которые будут заходить на новые позиции.